Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас очередная программа из цикла «Круглый стол свободной прессы» Программа «Персона» В нашей программе в качестве интересного человека, нашего собеседника, гостя Присутствует Сулакшин Степан Степанович Доктор физико-математических наук, доктор политических наук, профессор Генеральный директор Центра научно-политической мысли и идеологии Здравствуйте, Степан Степанович! Добрый день! Сегодня мы с вами будем обсуждать вопросы будущего государственного устройства Российской Федерации Не факт, что это будет именно та модель, которую мы сегодня будем обсуждать Но то, что вопросы о том, каким должно быть в будущем устройство России Да не только, наверное, России Сегодня владеют многими умами То, что нынешнее государственное устройство Совершенно не соответствует требованиям сегодняшнего дня И не только, тем более, будущего Это всем очевидно Но каким должно быть новая модель общества? Общество 21 века Общество построено в информационную эпоху Когда информация перестает быть просто уделом творчества отдельных лиц А становится продуктом массового производства Когда понятие нравственность, честь, совесть Становятся уже не просто абстрактными понятиями Которые просто необходимо соблюдать, исходя из религиозных соображений А является неотъемлемой частью стабильности общества Неотъемлемой частью стабильности экономического производства И обеспечения безопасности И вот как раз сегодня именно со Степаном Степановичем Сулакшиным Будем рассматривать одну из моделей Которая названа авторами «Нравственное государство» Степан Степанович Сулакшин один из разработчиков Я бы даже сказал, руководитель группы, которая занималась разработкой вот этой модели И как один из возможных вариантов будущего устройства нашего общества Мы его рассмотрим Я хочу напомнить, что идеологией становится такая система взглядов на социальное строительство Которая принимается общество Она становится государственной идеологией Может то, что будет предложено Степаном Степановичем Сулакшиным Заинтересует умы И быть может именно вот эта модель станет государственной идеологией России Итак, послушаем Степан Степанович Вы назвали будущее устройство Целесообразное устройство нашей страны Нравственное государство Что это такое? Расскажите Часто многие по-разному понимают и разный смысл вкладывают в понятие государства Вот даже в своем вопросе вы использовали две категории Страна и государство Государство Скажем, в либеральном лексиконе Это институт Это аппарат управления Это административная такая конструкция Как отправлять государственные функции управленческие И как устроена территориальная конструкция Вот того или иного государства В рамках его государственных границ Мы специально уточняем на старте разговора Серьезного разговора Что под государством В широком смысле Понимается не только институт управления А и страна в целом Которая обязательным признаком Субинститутом является ее территория Ее народ Народ населения И когда говорим То есть мы констатируем Что под государством Мы понимаем не просто аппарат управления А все сообщество С территорией населения Совершенно верно Определенным образом структурированное Совершенно верно Это тоже называют государством Но я поясняю разницу Потому что вот в лукавых Идеологических и практических Построениях и деятельности Либеральной школы Либеральной команды Которая на сегодня доминирует Государственной власти Россия Под государством понимают Только институт управления Причем Этот институт управления Исполняет Конституционно обозначенные Такие юридико-правовые Послушания Собирает налоги Исполняет их В виде казначейских потоков Там на армию На чиновника На субсидии регионам Там на субсидии По социальным адресам И все И вот в этой цепочке Либералы включают Туда же еще и вооруженные силы И спецслужбы Да, на армию Они все включают Тоже в понятие государства Да, конечно Я об этом и говорю Но вся эта конструкция Начинается с какой-то середины Где представления О целях и ценностях Нет А ведь если не Поставлен Не сделан выбор Что цен Но Что в итоге Деятельности Государства Должно получиться То тогда цели Поставить невозможно Операциональный Можно Там увеличить сюда Столько рублей Сюда уменьшить Столько рублей Переселить отсюда Туда Это можно Но развитие страны Устремление ее в будущее В прогрессивном Таком потоке Эволюции Организовать невозможно Тогда возникает вопрос А что либеральная школа Все-таки имеет В виду В уме Когда эту конструкцию Называют Государством Вы нам платите налоги Мы вам оказываем Государственные услуги Такая минималистская Модель государства Или еще говорят Государство Ночной сторож Кроме безопасности И от услуг Населения Ничем не интересуется Но ведь Население-то Интересуется Еще многими вещами Например Как воспитывать детей Как им объяснить Где правда Где неправда Где добро Где зло Где нравственность Где безнравственность Что допустимо А что недопустимо В поведении В общественном устройстве В пропаганде В информации В образовании В литературе И так далее Так вот Либеральная школа На самом деле Достаточно Лукавая Потому что Даже Формула Права и Свободы Человека Высшая ценность Что записана В нашей конституции Она и та лживая И та лукавая Потому что В этой же конституции Через несколько статей Написано Права и свободы Могут быть ограничены Если Этого требуют Интересы Безопасности Нравственности Здоровья Так значит Высшие ценности Безопасность Нравственности Здоровья А не права и свободы Степан Степанович Вы знаете У меня складывается впечатление Что вот эта лукавость Либеральной школы Обусловлена одним Надо противопоставить Обществу Интересы меньшинства Обществу Государству Раз И второе Создать площадку Для того чтобы Общественные институты Объединенные в государственных органах управления Замещены были частными корпорациями Корпоративными Это вы знаете Это уже средство А целевое Недекларируемое намерение У всей этой Либеральной конструкции Оно Закопано В биологической природе Дайте мне свободу Если я сильный Я загрызу всех своих соседей И буду благоденствовать И мой род будет продолжаться А В переводе уже на социальную Материю Вот эта формула Права и свобода человека Точка Все Дайте мне свободу А все остальное отрегулируется Означает что правами и свободами Реально обладает богатый человек И имеющий административный ресурс Вот есть у человека Вот у оператора нашего По конституции Право избирать и быть избранным Ну хорошо Он пойдет сейчас на Выборы президента Ну нет конечно Понятно Поэтому это социал-дарвинистская формула Не афишируемая конечно Когда выживает сильнейший Формула эгоистическая Формула циничная Формула животная Она отдаляет Общественное устройство Государственное Сейчас к нему придем Устройство Человеческое бытие Его целеполагание Его конечный облик Каждый из нас и общество в целом От облика человека И оно его направляет К облику животного То есть это обращение Эволюционной стрелы В обратную сторону В обратную сторону Это тупик на самом деле Развитие И когда лучшие Более честные что ли Мыслители умы человечества Задавались вопросом А куда же все таки По замыслу господа Или природы Кому как угодно Эволюционирует Человечество Человек Как явление природы Вот это вот Обезьянка С маленьким хвостиком И плюс сознание Плюс разум Или плюс душа Где назначение В чем смысл жизни человека Категориального А не просто биологического образца Мы ведь иногда Попадаем в состояние овощей Правда Но это очень трудно Определить человеком Человек категориальный Это обезьянка С разумом и душой В чем ее назначение Где есть точка Правильного направления Эволюции и развития Мы уже убедились Либерализм Но я могу сказать Что есть такие школы Вот в частности Об этом высказывал Известный Фундаментальный физик Острецов Игорь Николаевич Он говорил что Целью развития Общества Является развитие интеллекта Максимальное расширение Интеллекта Его потенциала Мощи Буду спорить Потому что Это узко И это всего лишь Одна из Таких сущностных Характеристик Человека Вы назвали Свою Работу Скажем так Свою модель Дравственное государство Чем он отличается От того государства Капиталистического государства Или социалистического Которая была До этого Сегодня Да Здесь тоже Небольшая предпосылка Нужна Потому что Нам известны Такие Словосочетания Как Правовое государство Социальное государство И когда мы Осмысливали Строили модель Эволюции Государств Как института Как изобретение Человеческого Кооператива Общества То взамен Вот этой Лукавой Либеральной формулы Институт Для оказания Услуг И обеспечения Безопасности Мы пришли к тому Что государство Это Изобретенное Общество В своих интересах Социальная Оболочка Бытия А ведь Бытие Оно В самых разных Сферах Происходит Не только Там потребных Услуг И безопасности А еще И вот Развитие Человека Поэтому Не случайно Я заговорил А что Есть человек Категориально Истинный В чем Его смысл Направление Развития Если государство Это Придуманное Человечеством В ходе эволюции Инструмент Оболочка Для того Чтобы продвигать Нас по пути Прогресса К цели Которые Вот уготованы Там Впереди На миллиард Лет вперед То тогда Мы начинаем Видеть Функции Этой оболочки Субинституты Процедуры И механизмы Которые Затачиваются На вот эту цель Но цель Надо определить И цель Эволюции Для развития Человека Это конечно Не только И не столько Развитие Интеллекта Как Очеловечивание Человека Мы родились От обезьянки Она не была Человеком Кем мы будем Через миллиард Миллиардов лет Религия Православия Говорят Произойдет Обожение Произойдет Преображение Религия и православие Говорит о том Что Вообще Человек рожден был Богом А не от обезьянки По образу и подобию Да по образу и подобию Это сейчас пока не трогаем Мы не трогаем О будущем Куда он придет Вот Можно себе представить Правда Что Руки ноги Через сколько-то там Сотен тысяч Или миллионов лет Нам будут не нужны Они будут заменены Аппаратами Это может произойти Уже через пару десятков лет Моз будет не нужен Потому что Компьютер разовьется До такой степени Что там Количество Но это уже не будет человек А вот А тогда что такое человек А человек это нечто другое Человек это сочетание Духовного и материального Замечательно А что такое духов Материальное Духовное Постучать А духовные вещи Да А духовное А духовное это И внутреннее содержание Это внутренняя структура Внутреннее содержание Внутренняя структура Внутренняя структура Вот вы знаете Я хочу сделать утверждение Заявление на камеру Да В нашей такой Фундаментальной Теоретической модели Которую мы развиваем В том числе Или для понимания, что такое государство нравственное, как его строить, как государство должно защищать нравственность, и так далее. Есть такой тезис, он подтверждается экспериментальными исследованиями, которыми ведем, я ведь наполовину еще и физик. И утверждение такое, что сознание человека материально, оно не противостоит материи, как вот наблюдаемой, фиксируемой реальности, оно отделимо от человека, оно субъектно, и оно есть вот некий предел эволюции человека. Мы, рожденные по образу и подобию, через миллион или миллиард лет вернемся в это состояние, отбросив все лишнее, ненужное и суетно. Но и возвращаясь все-таки, если государство в нашей терминологии это оболочка социальная для бытия общества, то у него много функций. И модель государства, которой вы апеллируете, шире, чем то, что в этой книге и в этом концепте изложено. Это одно из таких производных, одна из производных конструкций, которая занята серьезным вопросом. Что может и должно делать государство в своих институтах, функциях, процедурах и механизмах, для того, чтобы в каждом человеке гражданине этого государства и в обществе в целом генерировалась специфическая кондиция, то есть характеристика, то есть состояние, а именно нравственность. Что должно делать и как государство в своих институциях, чтобы гражданин этой страны становился нравственным, а не безнравственным, а общество в целом нравственным, а не безнравственным. Но на этот вопрос невозможно ответить, если не договориться, что мы понимаем по нравственности. Потому что наряду с нравственностью есть еще одна береза, три березы будет, в которых блудят. Это мораль и это этика. Вот поразительное дело, но можно перебрать 10-20 словарей. Но если мы признаем плюрализм мнений, то тогда плюрализм мнений предполагает плюрализм нравственности. Константин Валентинович, вот плюрализм мнений можно предполагать, но плюрализма идеалов предполагать нельзя. И мы принципиально отрицаем эту релятивистскую идею, когда, ну например, Сергей Георгиевич Караморза, уважаемый наш социальный философ, он говорит так, нравственностей много, у каждого своя нравственность, у преступника тоже своя нравственность. Ему же там детишек кормить надо, там доходы получать или что-нибудь вроде этого. Такой подход уничтожает понятие идеала, понятие абсолютно го, представление о категории, скажем, о человеке категориальном. Это уничтожает понятие нравственности. Я с вами солидарен в этом отношении абсолютно. Так вот, что такое нравственность? Чем это отличается от морали? И чем это отличается от этики? 20 возьмите, проведите эксперимент, вот наши зрители, учебников для студентов первого курса и энциклопедических словарей. И вы там прочитаете такой хоровод из трех слов. Нравственность – это мораль, мораль – это этика, этика – мораль, а мораль – это нравственность. Вот такой замкнутый круг. Вот удивительно интересно, что в иных языках, помимо русского, нравственности и мораль не различаются. Слово одно – moral, morality, а у нас различаются. Так вот, нравственность – это степень очеловечности человека, имея в виду, что у нас есть образ человека категориального. Кто это такой? Это человек, приверженный труду, а не присвоению и разбою. Это человек, приверженный коллективизму, кооперативности, социальности, общежительству, а не индивидуализму. Это человек не стяжатель, а не стяжатель. Это человек, приверженный духовным, нематериальным, негидонистическим ценностям и интересам. Это человек, до которого любовь – это любовь мужчины и женщины, производящая семью и производящая детей, а не человек, который любыми извращениями удовлетворяет свои физиологические там потребности. Это человек творческий, а не рутинный. Это человек, ценящий человеческую жизнь как таковую, а не человек, а ненавистник. Вот таких не просто дихотомий, как мы называем, реостатов, степень выраженности – 12. Необходимые, достаточные характеристики человека категориального. И смотрите, вот эти оси, 12 осей. Здесь человек по образу и подобию. Плюс 100. Ноль. Это не человек. Это животное. А вот здесь античеловек, которого в природе нет, только человек сам может превратиться в античеловека. В античеловека, получив все нули. Не нули, а минусы. Минусы. Потому что это гораздо хуже, чем животное. Доктор Менгеле, который пройдел опыты в гитлеровских концлагерях, какой он человек. Он даже не животное. Нынешние финансовые заправила мира, которым миллион, миллиард людей превратить в пыль, запустив вирусы, болы или мировой финансовый кризис. Какие они люди? Это не люди, это контрлюди. И вот в этой полюсной шкале человек и общество может двигаться куда, начав от того, что 40 тысяч лет назад он был животным. Вот сюда, к образу и подобию, к человеку. Либо к самоуничтожению. Либо туда. Так вот это движение и есть нравственность. Степень приближенности к истинному человеческому облику. Характеристика движения, либо приближающий человек туда, либо отдаляющий. Вот это и есть нравственность, но это безнравственность. Вы знаете, я могу сказать, Степан Степанович, я могу сказать только одно. Вот такого более четко выраженного, более такого системного изложения понятия нравственность я, наверное, за все свое время не слышал. Я могу сказать, конечно, восхищен этим вашим подходом, который вы говорите о единстве духовного и материального. Абсолютность, универсальность, взаимосвязанность. Единство идеала. Вот я тут хотел бы немножечко уточнить, это связано для понимания именно нравственного государства. Потому что нравственное государство – это связь духовной составляющей, которую вы сейчас сказали, и материальной составляющей, каковым является общество, народ, земля, территория, вот это все. Вот как вы понимаете взаимосвязь духовного и материального с философской точки зрения? Вот вы говорите, что можно отделить материальное от духовного, то есть духовное как-то выделить, вот душу, об этом часто говорят. Я бы уточнил. Вот эти моменты раскройте, пожалуйста. Я бы уточнил. Физику. Вы доктор физмат-наук. Физику связи духовного и материального. Я бы уточнил. Я и начал с того, что нет этого трагического противопоставления материальное и идеальное, или идеалистическое. Нет. Потому что еще раз, когда-нибудь придет время, я просто покажу, что то, что называется идеальным, сознание, оно, например, трансформируется в физическую силу, которая может передвигать наши вот физические предметы. Это телекинез. Телекинез. И вот там объявляют паранаукой, чем угодно, неважно, когда это видишь, когда это происходит, да, происходят еще более удивительные вещи. Когда ты получаешь, например, цифровую информацию об облике Иисуса Христа, реальном облике реального человека. И этот портрет отличается от канонических, потому что человеку не было дано в его практике зафиксировать портрет этого выдающегося исторического героя. А получение этой информации из вот той материи, сознания, на самом деле возможно. Как вот этот мир информационный, скажем так, условно, это зауженный, я прекрасно понимаю, вот этот духовно-информационный мир связан неразделимо с материей. Потому что понимание этого... Но если под материи вот тело иметь в виду, человеческое, физическое, да? Физическое тело и государство, они же неразделимы, ведь у государства тоже кого-то есть. Нет, государство это абстракция. Понятно. Скажем, это все лишь модель, которая описывает на нашем абстрактном языке реалии, вот объединяющие кучу людей в народ и в общество, и вот то, что мы называем государством. Все-таки связь вот той особой материи, материи сознания, материи духовной, физической, она через мозг. То есть, все-таки существует особая материя. Существует вот этот терминал, который связывает два типа материи. То есть, вы стоите на той позиции, что вот это вот духовное, духовное, это особый вид материи. Да, абсолютно так. Причем он существует и помимо нас, но он генерируется и нами. Не просто генерируется, это зафиксировано в эксперименте. Диаграмм направленности этого луча существует. Существует накопление в пространстве. Например, вот то, что человек производит наряду с тем субъектом, который тоже производит эту особую... Материю в три-четыре раза в храмах больше, чем фоновое значение. В храме Христа Спасителя в 23 раза больше, чем фоновые. Когда человек производит... А там люди молятся, там люди производят эмоцию, они производят некие благие, праведные смыслы, и они материализуются, они сохраняются. Они сохраняются даже в тех храмах, которые разрушены там сотни лет назад. А вот этот незримый храм человеческой генерации... Вот поэтому нельзя говорить намоленный храм. Абсолютно. Это совершенно физичное, ответственное такое, эмоциональное, чувственное... Я обращаю внимание, это говорит доктор физико-математических наук, который эти вещи испытал в рамках экспериментов. И удивительное тоже открытие в том, что есть люди, которые производят эту праведность, эту материю, а есть которые ее уничтожают. Существуют черные дырки в пространстве, они человек преследуют и после его смерти. Они человека преследуют в делах, мыслях, генерации эмоций и чувств его последователями. И когда вот это черная дыра, то никому не желаю в этой дыре находиться или генерировать то, что есть черная дыра. Собственно говоря, общество людей светлых, чистых, они взаимоподдерживают себя, поднимают себя, создают благое среду существования. Происходит такое синергетическое сложение. Особой материи духовной поднимают. Абсолютно так. И там идет взаимопомощь, взаимоподдержка. И вот особенно было удивительно открыть, что храмы, места молений, древние святилища, как бы накапливают вот эту светлую энергетику общества. И когда большевики в Советском Союзе громили этот институт, они громили вот этот энергетический праведный светлый потенциал. Они не ведали, что творили. Ну, что делать? Люди не знали. Чем и кончилось. Правда? Но вернемся все-таки к государству. Нет, это очень важная связь. Потому что когда мы говорим о нравственном государстве, мы тем самым закладываем базу. То есть это государство, в котором сообщество людей в основном, я так позволю себе в своем понимании интерпретировать, генерирует вот эту позитивную. Да, но уточним. Не просто сообщество людей, а именно государство. А государство это такая машина. В ней есть институты, как устойчивые отношения, ресурсные, административно обеспеченные. В ней есть функции, в ней есть процедуры, механизмы. И конечный итог деятельности всех этих шестеренок условных должен быть, повторю, в том, чтобы личность в этой стране и общество в этой стране становились бы нравственными. Как этого добиться? То есть нужно брать конструкцию чертеж вот этой сложнейшей машины. Начинается она, конечно, сверху, там, где конституция. Там, где главный чертеж, который закладывает требования к этой машине. Ну, например, требование там ездить только по гладкому асфальту, чтобы там тысячу километров в час отливать. Степан Степанович, у нас квалифицированная аудитория. А могут быть другие требования. У нас сразу формулируйте это требование. Либеральной конституции российской в чем? Там слово нравственность употреблено только один раз. Там целевая государство обязано там обеспечивать, защищать права и свободы. Все, уже говорили об этом лукавстве. В конституции должно быть указаны высшие ценности государства, которые вытекают вот из тех признаков человека истинного, человека очеловеченного, общества человеческого. Они их формулируют. Дальше, как эти ценности реализовать? То есть, Степан Степанович, то есть, попросту говоря, в конституции нравственного государства в качестве цели полагания должно быть сформулировано достижение вот этих вот 12 критериев по максимуму. А где они вообще возникают? Откуда они берутся? Как они в человек проникают или в человеке генерируются? Ну, прежде всего, это естественно образование. Ведь маленький человечек впитывает представление, что плохо, что хорошо, в первый год своей жизни. В семье. Поэтому институт семьи сверхважен. Поэтому его либералы с запада и бомбардируют, чтобы не происходило вот этой межпоколенческой передачи, выработанных человечеством важнейших, спасительных совершенно императивов. Второе. В образовании. Школа и высшая школа. Ну и смотрим, что делают с нашей школой. Из нее делают школу двух коридоров. Для богатых и для небогатых. Придумали ЕГЭ. Обезьян натаскивают, в какую дырку, какой банан пропихнуть, чтобы его сожрать. В итоге. Опять-таки, не случайно бомбардировка нашей русской педагогической школы, опыта и русской советской школы. В университете. Болонская схема. То же самое. Дальше. Это средства массовой информации. Вот специальную работу выполнили государственная политика защиты нравственности и средства массовой информации. Ведь информация это товар. И самый продаваемый товар, это самый безнравственный товар. Это порнография, насилие, вседозволенность. Ну, ровно так же, как проституция, там, торговля оружием, что-то такое. Это еще древний демокрит говорил, что всегда легче спускаться в гору, а подниматься наверх всегда труднее. Конечно, вот это гора вниз. Да, да, да. Конечно. Прогресс, восхождение. Поэтому, если общество в лице государства своей оболочки, своего инструмента не вмешается с помощью нравственной цензуры, то продаваться в рынке, где свободы, права и свободы, что хочу, то продам, что могу, то куплю, конечно, приведет к деградации, к торговле самыми низменными вот этими биологическими, древними, рудиментарными остатками животного в человеке. Идем дальше. Это, кроме информации, пропаганда. А какие ценности вывешены на стенах домов, в политических программах партий, в образовательных стандартах, в риторике? Какие? Я часто задаю студентам, кому угодно, вот нашим телезрителям с вами могу задать вопрос. Можете ли вы отыскать в официальной высшей политической риторике, политическое руководство страны, в официальных документах цели движения страны вперед, цели развития страны? Не трудитесь, не найдете. Их нет. Есть, там частные, частные цели. Ну, например. Достигание, здесь еще не экономического благополучия, там, или еще чего-то. Не буду сейчас в детали вдаваться. Там, даже там, даже там не так. Мы, пишут, в стратегии 2020 должны строить постиндустриальную экономику. Чушь полнейшая. Разрушение значимой, самозначимой, устойчивой отраслевой структуры экономики России, что и происходит. Но это бог с ним. Идем дальше. Вот помните, я называл институты. Образование, воспитание, пропаганда, защита, цензура. Функции. То есть, цензура должна быть. Это обязательная составляющая функции государства. Больше, что она есть. Опять вранье и лукавство. Конституция записана. Цензура запрещена. Но реально она есть. Реально есть. Военные тайны. Цензура? Цензура. Коммерческая тайна. Цензура? Цензура. Хулиганство, употребление, ругание в общественных местах на экране. Запрещено? Запрещено. Ну, я могу добавить еще одно. Любой собственник средств массовой информации осуществляет свою собственную цензуру. Ну, политическая цензура тоже есть, конечно же. По полной программе. Тут вопрос в том, что эта цензура должна быть нравственной. Механизмы могут быть разные. Может быть разрешительный. Может быть апостериорный. Может быть внутренний. Не важно. Важен результат. Если он не достигается, государство включает свои санкционные механизмы наказания, чтобы добиться вот той самой нравственности в человечке, в человеке, в обществе. Государственные образовательные стандарты. Мы выполнили такую довольно трудоемкую работу, когда выписали словарь нравственности, добро, зло, альтруизм, благородство, милосердие, товарищество и так далее. И попытались эти маркеры и термины отискать в федеральных государственных образовательных стандартах. Вот такие матрицы по сотнями, если десятки стандартов взять и десятки маркеров, называется контент-анализ. Там сплошные нули. Почему? А потому, что в Конституции написано, государственная идеология запрещена. А что такое идеология? Это же не набор идей сбегать пивка попить. Это собрание ценностей, как идеалов. Вот что такое идеология по существу. Она в стране запрещена. Берем дальше положение Министерства образования. Но тогда вот отсутствие системы идеалов, четко выраженной, замещается животными? Абсолютно так. Животными идеалами? Абсолютно так. Животными и страстями. Некоторое время назад всех потрясли результаты Института психологии Юревича. Когда вот такой график падения человеческих качеств российского общества. Доброты, товарищества, альтруизма, милосердия, благородства. И вот такой рост животных качеств. Мы звереем в результате системы, которая на сегодня у нас построена в виде этой либеральной доктрины. Так вот, государство, да, берем положение о министерствах. Удивительное чтение. Министерство культуры берем. Министерство образования, там, Госкомитет по кинематографии. Мы взяли и сопоставили это с такими же документами советского периода. В советских документах написано. Министерство культуры отвечает за уровень, за качество, за итоги воспитания людей культурными. В российском написано. Отвечает за управление имуществом, там, выработку политики, точка. Никакой ценностной манифестации. И культура, и образование из этого контекста просто вырваны. То есть, попросту говоря, если советская система управления культурой, мы так сформулируем, образования культуры, она была ориентирована на достижение определенного качества населения, то нынешняя система ориентирована на достижение определенного системы, определенной системы материального обеспечения, функционирования органов. Да даже если бы материального. Система образования, все. От чего у нас две трети населения живет от получки до получки? Какое же там материальное обеспечение? Тут такое расслоение идет. Речь идет о том, что именно есть система образования, вот в этой системе образования, чтобы обеспечить поддержание этих школ по экономическим показателям, школ, институтам на определенном уровне и все. А каких они будут выпускать специалистов, уровень этих специалистов, уровень морального качества учеников, школ и выпускников. Это вообще заброшено. В этих самых федеральных государственных образовательных стандартах высшей школы, даже в стандартах работы с молодежью, преподавания истории, таких слов как родина, патриотизм, отечество, священный долг, русский, русский народ не найдешь. Все это оттуда вырезано напрочь. Я был потрясен, обескуражен, когда на декабрьском госсовете по культуре президент страны вдруг сделал заявление. Надо понимать это, суть заявления. Сказал, мы должны де-идеологизировать культуру и историю. На высшем уровне дается установка ценностей, ориентиров, что добро, что зло, что приемлемо для нас, для страны, что неприемлемо. Не должно быть. Каждый будет судить так, как он хочет. Простой вопрос. А страна-то останется после этого? И вот такие знаки вопроса и колоссальные тревоги в силу того, что либеральная доктрина, уничтожающая нашу страну, пронизывает все, они очень сильны. Но возвращаясь к технологии, к конструктиву. Значит, нравственные государства это не государство, которое нравственно, иногда так прочитывают, такой антропоморфный перенос производят. Человек может быть нравственным. А вот государство нравственное быть не может. Но государство называется нравственным тогда, когда оно генерирует нравственность в человеке и в обществе. Значит, в своих институтах, в министерствах гуманитарного сектора образования, культуры, науки, пропаганды, средств массовой информации, цензуры, оно должно ставить императивную цель. Внедрить вот эти качественные критерии, что есть нравственные, что нет, выписать их в явном виде. Размножить и утвердить их в образовательных стандартах, в госзаказе на кинематографическую продукцию, ну, социальный госзаказ, художникам, писателям, литераторам. И тогда это будет самовоспроизводиться. От школы до чтения романов, до кинематографии и так далее. Это замечательная идея, я с вами полностью согласен. Есть только одна маленькая деталь. У нас социальное государство капиталистическое. У нас капиталистический строй. В капиталистическом строе главной задачей является выгода любой ценой. И совершенно понятно, что те идеи, о которых вы сейчас говорите, в капиталистической системе ценностей, в принципе, не приживаются. Тогда скажите, пожалуйста, а какая может быть, скажем так, социальное устройство общества, принципы социального устройства общества, которые бы позволили генерировать вот эти ценности? Потому что те ценности, о которых вот вы говорите, они абсолютно находятся в полном антагонизме с капиталистическим способом производства. Ну, во-первых, то, что вы называете капиталистическим типом государства, общества или строем, является неприемлемым. Вот с точки зрения той большой шкалы эволюции человека. Это вот путь назад. Почему? Потому что в жизни человека, общества и его изобретения, оболочки государства, есть вещи поважнее, чем прибыль, которые стоят дороже и ни рублями, ни долларами не измеряются. Это, например, безопасность. За нее платят не только рублями, но иногда и жизнями, тысячами, миллионами жизней. Отечественная война наша. Кто там считал, какую прибыль? Кто сейчас вот какую прибыль считает, когда Россия в определенной части пытается отстоять некие смыслы и достоинства там в больной Украине? Даже Рональд Рейган, адепт либерализма, точнее консерватизма, он говорил, что есть вещи поважнее, чем мир. У государства есть функции, результаты которых измеряются не в рублях, а в качестве, в том числе в кондициях общества и человека. И государство это принципиально не экономический субъект. Вот выдумали, заразили политическое руководство страны этими глупостями. Государство должно быть конкурентоспособным. Из экономического словаря и отношений понятие конкурентоспособности прилепляет совершенно к неприемлемому объекту. Что такое конкурентоспособность? Это способность производителя продать товар на рынке однородных товаров себе не в убыток. Чем торгует государство? Ничем. Извините, оно не торгует. Оно жизнеустраивает территорию и бытие общества, которое для того государство и придумало. Либеральный же подход, либеральная школа и теория переносит представления, технологии, критерии, даже формулы эффективности государственного управления с жизнеэкономического субъекта, фирмы или корпорации на государство. Что совершенно методологически ошибочно. Эффективность государства не в том, как Путин тоже заявил, когда был кризис восьмого-девятого года. Он был председателем правительства, сказал так. Мы, Россия, заработали на кризисе. Батюшки Светы. Страна ухнула, рабочие места развалились. Заработали на кризисе. Ну, девальвацию провели и в два раза увеличили доходы. Дутые, но заработали. Так вот, государство не зарабатывает. Оно жизни обустраивает. И его эффективность определяется не как у фирмы. Прибыль к расходам, рентабельность. Эффективность государства – это степень исполнения достижения публично заявленных целей развития. Результатов, вернее, к публично заявленным целям. А если целей вообще нету, как выясняется, то ни о какой эффективности государства говорить нельзя. Россия сейчас не живет. Она не движется. Она не развивается. Если говорить по вашему критерию, а я с этим критерием абсолютно согласен, то получается у нас не государство, а антигосударство. Поскольку, я хочу напомнить, что в конце 80-х годов Ельцин и связанные с ним вот эти команды либералов, они провозглашали вот эти молодые реформаторы, провозглашали всеобщее благоденствие с переходом к рынку. Она рассказывала, говорили о том, что все люди будут жить намного лучше. И что если кто-то чего-то потеряет, то Борис Ельцин обещал влечься, даже положить голову на рельсы. А получилось совсем другое. То есть, знак отрицательный получается у них, скажем, в эффективности. Когда я измерил вот то самое духовное наследие Ельцина, то оно нулевое. Это черная дыра. Он не создал в своей жизни никакого праведного следа. В этом мире. Точно так же, как Гайдар и Черномыль. А вот, например, Шукшин создал, Шукшенко создала, и Фимславский, трижды герой соцтруда, ядерный щит создавал. Они создали. Это измеримо, это доказуемо. Вот где зло, а где добро. Ну, бог с ним. Тогда говорили многое, не понимая многого, потому что были абсолютно неграмотные, непрофессиональные люди в этих вопросах. К сожалению, кто-то может и из благих побуждений что-то делал. Я, например, тоже заблуждался. Я считал, что если поменять форму государственной собственности на частную, то мотивации увеличат эффективность производства на круг. Благ будет производиться больше, и тогда каждый может жить лучше. Но при этом, вот три слова только было в словаре. Рынок, свобода, демократия. А мы видим, что эти материи гораздо более сложные. И надо вообще в них разбираться, чтобы за что-то потом в итоге своей жизни отвечать. Степан Степанович, вы, конечно, рассказали очень интересные вопросы. Мы, к сожалению, не затронули вопросов, которые, наверное, было бы интересно услышать многим нашим слушателям. То есть вопросы, каков может быть социальный строй, который позволит достичь вот такого государства. Но давайте, если вы очень коротко, потому что тут есть еще вопросы зрителей. Только очень коротко, без напрямую. Нас часто спрашивают, как ваши идеи о городе Солнце, об утопии, насколько они вообще реалистичны. Форма собственности какая там может быть? Вот эти вопросы все. Форма собственности, распределение коллективной валовой добавленной собственности между населением, собственником, государством. Вот эти вопросы. Конструкции устройства нашего бытия, они поставлены как задача и решены. Не изм, капитализм или социализм, дирижизм, когда решения полярные, в распределениях государственная собственность против частной собственности, государственный бюджет против приватных финансовых потоков. Задача на оптимизацию, в которой критерием решения технического, бюджетного, законодательного и так далее, является баланс интересов, законных интересов всех членов общества. И меньшинства энергичного, сильного, и большинства рутинного, и слабого, которое будет в режиме социальной помощи. Эта задача в многопараметрическом пространстве на оптимизацию. Она решена, она решабельна. Дайте черты. Дайте черты этого общества. Цифры имеем. Пусть даже не цифры, хотя бы вот на уровне качественном. До какого уровня будет существовать госсобственность? В каких сферах? 55-60% на госсобственность. Так, в каких сферах? Везде? В основном нет. В основном в низкорентабельных инфраструктурах, связанных с безопасностью и со стратегическими национальными интересами. С высоколиквидными природными ресурсами. Хорошо. Финансовая сфера, государственная? Финансовая сфера. Сейчас монетизация экономики 42%, а безденежная экономика, она будет на уровне 130-150%. Какая сфера финансовая сфера? В собственности государства или же это частные банковские? В части инвестиции 50-50. 50 на 50. Конечно. ГЧП никогда не... Банковская система тоже где-то половина частная, половина государственная. Вы знаете, частная собственность. Вы знаете, разработали проект новой конституции России. И там есть такая норма. Предпринимательство является видом трудовой деятельности. Бизнес-трудовая деятельность. При условии, если государство регулирует норму доходности собственника, маржа банкира должна быть ограничена и сопоставима с его трудозатратами. Маржа торговца, который на проценте... То есть речь идет о жестком контроле со стороны... О социализации частной собственности. Она по своей природе не частная, потому что собственник, единица, индивидуум, частник, платит зарплату коллективу наемным рабочим. Он платит налоги государству, которое перераспределяется. Вся трагедия в том, что либеральная школа, убрав управление, свела вот этот момент социализации частной собственности к очень циничному моменту. Сколько могу, столько загребу себе, а вы только лишь бы не бастовали и с голоду не помирали. Вот именно. А эту регуляцию можно повернуть в другую сторону. Это же природа капитализма. А тогда это и не будет капитализм. Тогда это будет сочетание энергетики, инициативы, жажды созидания, творчества, успеха, самоутверждения с интересами большинства, для которого психологический комфорт, спокойная жизнь важнее, чем вот эта энергетика и риски. Снимается противоречие вот в той самой многопараметрической, оптимизационной задачи. Может быть, вы знаете, даже нам помогло прийти к этому вот это вот сочетание физико-математической школы и методологических подходов, и гуманитарных, социальных подходов. Там действительно рождаются вот эти модели, они верифицируются, они показывают на моделях, что результат будет честным, а не лукавым. Степан Степанович, вот тут Евгений нам написал, кем и как вообще должно быть построено это самое нравственное государство. Для этого нужны нравственные идеи, нравственное правительство, нравственный народ. Кто из всего этого первично? Идеями нравственности в разное время объявлялись коммунизмы, демократии, религии и тому подобное. Сейчас те идеи стали пройденным этапом. О новых четких идеях ничего не слышно. Кроме, если только какого-нибудь абстрактного, модного сейчас патриотизма в кавычках. Какую из идей вы считаете самой нравственной и подходящей для России? Степан Степанович. Да, что первично, яйцо или курица. На самом деле, как вы, телезрители УЗМ, услышали, увидели сейчас, идеи есть, они уже фундаментально проработаны, детально разработаны, не только на уровне теории, но и на уровне проектных разработок. Как и что делать, чтобы наша страна вернула себе моральный облик и право призыва и примера миру, в отличие от того позорного состояния, в котором она сегодня находится. Что первично? Первичны, конечно, инициаторы, первична идея, идеология. Вот с чего начинал Ленин со своими соратниками? Они родили идею, большую идею, большую мечту. Они наращивали оболочки поддержки этой идеи, соратников, последователей. Когда идея владела массами, то она пришла и преобразовала страну. Вот на сегодня первичное зарождение в стране этой большой идеи, научно обоснованной, искренне, открытой, прозрачно, а не лукавой и не эгоцентричной. Важно, чтобы вокруг собрались ее сторонники. Важно, чтобы они в конце концов, я поддерживаю вашу мысль, не дай бог нам опять революции, драмы, трагедий, но если 145 миллионов наших граждан посмотрят вашу передачу, прочитают эти книги, зададут тысячу один вопрос, и мы на них ответим, и скажут, ребята, нам это надо. Мы избираем президентом носителей этой идеологии, мы избираем депутатами партии, у которых в программе. Вот это написано, а не постиндустриальное общество, еще какие-то глупости. И страна превратится в тот желаемый нами облик нравственно устойчивой, справедливой страной, которая может быть примером мира и примером для себя, двигаясь в будущее, а не в прошлое или вообще на кладбище историческое. Я полагаю, что вы ответили на этот вопрос, Степан Степанович, потому что вы объяснили, и откуда возьмется народ, и откуда возьмется правительство, и что ядром является все-таки идеология. Я с вами в этом плане полностью солидарен. Я полагаю, что именно вот эти подходы могут и должны лечь в основу будущей модели устройства России. Меня они весьма близки лично, но вам судить об этом самим. Степан Степанович, спасибо вам за интересное выступление. Дорогие зрители, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова